Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим об одном явлении, которое можно обнаружить практически в каждом саду, особенно если у вас растут взрослые деревья. Это мхи или шайники, которые вырастают на стволах деревьев. Всегда возникает вопрос, что с ними делать? Это благо, вред или нейтральное явление, на которое не стоит обращать внимания? Дело в том, что мхи или шайники, вырастающие на стволах, никакого вредного влияния самому дереву не приносят совершенно. Это может быть проблема эстетическая, кому-то может быть просто не нравится, что они растут на стволе, но на самом деле вреда дереву они не приносят. Единственное, о чем можно услышать, это то, что мхи или шайники могут являться источником накопления инфекции внутри себя. Но на самом деле эта теория также множеством экспериментов не подтверждается. В то же время можно найти советы, когда говорят о том, что нужно их убрать, механическим способом каким-то уничтожить. На самом деле такой механический способ уничтожения мхов и лишайников приносит больше вреда дереву, чем пользы, потому что как раз при уничтожении всевозможными щетками, металлическими скребками вы наносите на кору раны и это является воротами для инфекции, для инфицирования дерева. Если вам уже мхи и лишайники на стволе дерева совершенно не в моготу, то при выполнении искореняющей обработки по весне, о которой мы поговорим с вами позже, вы должны приготовить 3% раствор железного купороса, это 3 грамма купороса на 100 мл воды, или 30 грамм на литр, или 300 грамм на ведро воды. И либо пульверизатором, если у вас большая площадь покрытия мхами или лишайниками стволов, или кисточкой нанести на зону роста мхов или лишайников этот раствор, они почернеют и постепенно погибнут и отвалятся сами, когда высохнут. Между прочим, этот же самый способ прекрасно подходит для борьбы с мхами в газоне. Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш канал Процветок, и мы дадим вам знать о самом важном, что нужно сделать в саду, в огороде и в цветнике.